Приветствую, дорогой друг! Я Алекс Рай, и мы проходим Гарри Поттер и Тайная комната. Моркоплазма поглощает жизненные силы. Если находиться в контакте с ней слишком долго, можно потерять сознание. И будем мы использовать заклинание Спорж. Ну-ка. Давайте тут победим всех, как обычно. Ой-ёй, что там мортоплазма была? Ну-ка, куда тебя, крабик? Куда тебя нам надо забросить? Отъявлено сюда. Давай-ка. Вот, открыли мы этот кувшинчик замечательный. Ну, давайте-ка поймаем эту лягушку. Вот. Неплохо. Куда бы у вас вообще закинуть? Вот так. Сколько же вас тут крабиков, а? Сколько же вас тут крабиков, а? Куда здесь? Куда здесь? А, что если пробежать? Как бы будет? Хм. Долго же вас придется, видимо, толкать куда-то. Ну-ка повернемся. А, чёрт. О, нет, это Пивз. Здравствуйте, Пивз. Вот, вы перепады. Ха. У тебя такое смешное имя. Держи-ка. Фарку ждём, пока он встанет. Давай-ка, скрывай вместе. Ещё раз. Вот так. Вот так. Давай, Леди Капивс. Ибо нам тут с вами необходимо продолжить. А что если в прыжке вот так попробовать? Вот. Это явно нам что-то даст. Открываем мы новую звезду и сохраняемся. Кстати, сохранения здесь, дорогие друзья, почему-то очень редкие. Намного более редкие, чем они были в философском камне, и уж тем более в гузнике Аскобана. Так. Прекрасно, и как нам быть? Пощекотали тут статую ведьмы. Статую ведьмы, вернее, заклинанием Флиффенда. И нам надо попасть на ту сторону. Не без помощи горгули, наверное. О! Проход. Давайте-ка пройдем к нему. Это наверняка проход на ту сторону. И не было никакого звука, значит, это вовсе не дай них, да? Не положено тут быть. Вот прекрасно. Подбираем тут все. Так. Лягушечка, стой. Стой, моя хорошая, моя замечательная лягушечка. Стой, стой, стой. Вот так. Идемте, значит, дальше. Да, сундуки мне здесь определенно нравятся тем, что они не выстреливают по звуку так громко, как было в первой части. Иди в подробности, www.pnernimo.tv Вот. Храгик, привет! Ты идете туда, видимо, куда-то, да? Спроджейте! Так, тут у нас в стеннику никаких секретов нет. Посегняемся на свету. Куда что-то тебе надо так швырнуть. Зашвырнуть. Ой, да в общем не важно. Самое главное, мы проходим дальше и получаем еще одну звезду. Она уже 3-ти почти до. Так, а тут у нас что? Кстати, рубля, я так волшебно палочкой делась. Сохраняемся. Думаю, нас тут. О, улитки. Понятно, куда тебя значит. Иди сюда. Значит, туда-то не прополдем, да, сама? Ну, ладно, мы сами тебя дотолкаем. У нас открывается еще один дарик. Как такой секретный. Но в рейк-предерации в целом к этой игре игра сделана довольно-таки добротно. Это еще в то время, когда графики не заботились и собирались как можно более интересно делать игру. Потому что графика была не более-то и хорошей сама по себе. Да и многого вообще на них позволяло. И разработчики постоянно-постоянно пытались. Как-то же дело типа поинтереснее, что ли. Не знаю, у меня, наверное, синдром утенка или типа того. Но, во всяком случае, мне такие игры намного более нравятся. Да и хорошо, что переиздание «Тайной комнаты» и «Философского камня» и «Философского камня» вообще не делаем. Вообще, по сути, такие переиздания нам не нужны. Так, подобрали мы еще одну звезду. Пойдемте-ка вниз. Может, там у нас что-нибудь есть? Да, а там у нас кое-что есть. Так, оттуда мы выбрались. Попробуем перепрыгнуть? Опа! Получилось! Прекрасно, прекрасно. Вот так. Молодчи на горе. Пойдемте далее. Что у нас теперь здесь есть? Вернемся назад. Так, там у нас уже закрыто. Значит, у нас подсказка идет дальше. Еще раз, на всякий случай. Осторожней, мистер Поттер. Здесь корнуэльские пикси. Постарайтесь оглушить их заклинанием «Рикту-сэмпра». Окей. Рикту-сэмпра. Рикту-сэмпра, так Рикту-сэмпра. Скорость. Давайте ускорим это дело. Рикту-сэмпра. Не, я так просто не могу идти. Рикту-сэмпра. Давай-ка в меня тут не стреляй, Травик. А что у нас здесь? Так, здесь явно что-то нужно еще сделать. Явно почему-то выстрелить. Ай-яй. Тут у нас никаких ям нет. Может, еще раз? Вот это, я понимаю, загадка-загадка. Ну да ладно. Ай! Только не говорите, что мне придется пилить целую кучу-кушу времени. Ой-ой-ой. Еще раз. Да, там все-таки нам надо будет поаппаратнее. Ох, как мы далеко от того места, где мы упали. Убегаем. Прыгиваем. За окном, может быть, загадку-то решим. Так, что у нас здесь? А-а-а, мы же тут еще не были. Ну-ка. Ну, одно зелье у нас уже есть. Замечательно. Еще раз. Улиточка, давай назад. А-а-а, ну да ладно, может быть, нам сюда надо было. Точно, вторая же улитка у нас сюда открывала место. Улиточка, давай назад. Давай-ка обойдем, не дай бог она еще вниз сюда упадет. Фиг, мы ее потом достанем. Она ведь может и туда свалиться. Где у нас уже улитка упала, ага. Итак. А, тут мы уже все прошли. И идемте далее. Опа. То есть, пытание у нас закрывается. Бежим скорее туда. Еще раз. Бог проехалю. Так, с Пикси мы все уже поняли. Все уже решили. Аккуратней. Вот так. О, получилось. Секретов тут просто заварились. А что у нас здесь? Хм. Это же неспроста. Неспроста, неспроста нет уж. Так, скажем. Явно мы должны сюда какую-нибудь плиту столкнуть, квадратную. С помощью флиппенда. Давайте-ка наверх. А вот та самая и плита. И гномики у нас еще на подходе. Сейчас мы вас закинем. Ну-ка. Подобравили еще одну гнездо. А это мы отправляем вниз. Нужно мне тролль на звене. Назад, 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 назад. В первой части у вас звук как-то был более милый, что ли? Да, и звук так когда-нибудь нора падает, как будто я забил гонку с твоим. Иди-ка ко мне, мой мальчик. Этот просто без звука полетел вниз. Спускаемся. Опа. И забираем еще одну звуку. И у нас там открывается следующая дверь, дорогие друзья. Так, самое главное, как-то не вбок его. Там у нас люмос. Да, наверное, это надо как-то спустить. Ну-ка. Давай, Риндзи. Я, Солнце, у нас еще какой-то секрет должен открыться. Только мы тебя спустим пониже. Опять ты, Пивз. Аня. На тебе, Солнце, Пивз. Давай там лети. Так, 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 так. Да как же так, а? Опа. Теперь понятно, зачем нам эта плита. Блин, две звезды мы не нашли. Эх, ну да ладно. Не суть. Прыгаем. Здравия, мистер Поттер, вы завершили практику. Оставшееся время станет вашим личным рекордом. Превосходно. Практикум у нас теперь завершен. Получается 124 очка Гриффиндора. У нас 393 баба. Что еще надо от жизни, дорогие друзья? Гарри, вот-вот начнется церемония награждения. Ну, так и быть, побежали. Награждаться? Тут, наверное, будет заклинание спонги-фай, но, видимо, до этого пока нам еще рановато. До спонги-фаюшки-то. Иду я, Рон, иду. Не волнуйся. Так, мы с вами здесь. Просмотр коллекции карточек. Практикумов. Меню. Карта. Это понятно. Почему тут задания не пишутся? Здравствуйте, мои дорогие ученики и ученицы. Сейчас мы с вами начнем церемонию награждения лучшего факультета недели. Посмотрим, какой факультет у нас лидирует на этой неделе. Конечно же, Гриффиндор. Больше всего баллов набрал Гриффиндор. Гарри, тебя ждет комната победителей. Да это явно по блату все. Просто Даблдер нам симпатизирует. Поэтому тут лично Гриффиндор, Гриффиндор, все дела. Ху, что-то там заглючило на миг. Открываемся тоже. Хотя, может, возможно, сейчас-то как-нибудь все это дело открыть. Так, открывать деревья, она пока еще недоступна. И сейчас понакупаем, у нас еще проблемы. Траблый, фейки. Давай-ка. Крыжок, прыжок, 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 давай. Вот так, не останавливаемся, бежим дальше. Замечательно, теперь в ту сторону. Блин. Не успели. Ну да ладно. Гарри, я хочу осмотреть место преступления. Обычно там караулит Филч, но сейчас он как раз куда-то ушел. Думаешь, тайные комнаты и вправду существуют? Кто знает. По-моему, в истории Флитвика что-то есть, хоть он сам в нее и не верит. К тому же, Дамблдор не смог оживить миссис Норрис. Думаю, ее заколдовал. Не человек. Вот мы и на месте. Давайте поищем какие-нибудь следы. Раз уж мы здесь, а Филч нет. Маленькие детективы. Помните, тогда здесь на полу была вода. Интересно, откуда она взялась? Что за глюки пошли опять? По-моему, отсюда. Давайте посмотрим. Все же шло нормально. Я ничего на конвертацию не ставил. Туда нельзя! Это туалет для девочек. Ну и что? Он ведь не работает. Там живет Плакс и Миртл. Блин. Не глюч? Собственно, из-за нее туалеты закрыли. Она постоянно устраивает истерики и затапливает все вокруг. Вот, все, 54 кадра в секунду было, я видел. Не надо меня обманывать, игра. Ненавижу, когда меня обсуждают за моей спиной. А все-таки, кто наследник Слизерина? Кому нужно, чтобы в школе оставались только чистокровные маги? Фашистом каким-нибудь, нацистом, волшебным. Разумеется, это Малфой. Помнишь, он назвал Гермиона грязнокровкой? Вот только как это доказать? Методом дедукции, друг мой. Методом дедукции. Очень просто. Надо проникнуть в гостиную Слизерина и спросить самого Малфоя. Но так, чтобы он принял нас за своих. Блин, так сейчас хочется видеоролик пропустить, конечно, чтобы больше так не включило. О, 61 кадр в секунду был. Когда Нарона переключилась, я видел? Можно превратиться в кого угодно. Мы превратим в Гарри в Слизеринца, и никто даже не догадается, что это Гарри. Боюсь, два ингредиента. Толченый рог двурога и тертую шкуру бумсланга будет очень трудно достать. Ничего, достанем. Нам, видимо, для этого нужно будет спуститься в подземелье как-нибудь. Гарри, принесешь мне этот рог? А где его взять? Кажется, он был в личных запасах Снега. Я не уверена насчет шкуры бумсланга. Схожу в библиотеку, проверю. Окей. Ага, коридор залит экоплазмой. Сейчас повеселимся. Ну, давай, переключайся на игру. И снова у нас сейчас будет 60 кадров в секунду. Надеюсь. Ну, вот все. Снова 60 кадров в секунду. Не понимаю, почему у видеороликов был такой момент. Когда там 10 и 20 кадров в секунду показывала. Возможно, все-таки я сделаю перезалив Гарри Поттера и Узника Аскабана. А то у меня там вся игра в таком духе записалась из-за того, что я в Бэндикаме поставил максимальная запись не 60 кадров в секунду, а 144 кадров в секунду. И поэтому, повторюсь еще раз, у меня Узника Аскабана так ненавистно глючил. Что у нас там? А там у нас заперто. И секретов никаких нет. Обидно? Что ты скажешь? Наверняка обидно. Так, мы сейчас здесь. Холл первого этажа, земледелия. Гарри здесь. Подземелье. Я вообще туда иду. Господи, я даже не знаю, туда ли я сейчас пошел. Нет, наверняка не сюда. Возвращаемся. Ой, блин. А может быть, нам и сюда и надо. Передаем паучков. Давай, спускайся. Отлично. Пойдем сюда. И у нас там открываются какие-то потайные входы ни там кого. Фиг с ними с бобами. Давайте пройдем здесь. Так, неплохо. Теперь у нас поднимается лестница после этого с кожи. Блин, сколько тут эктоплазмы. Это дофигища просто. Хочем мне нравится. Я тут реально секреты, секреты, сплошные секреты, сплошные тайники. Так и похоже, мы с вами получили еще одну дополнительную микрожизнь, если это можно так сказать. Узнали еще один секрет. Кто у нас тут теперь? Ну-ка, улиточка, давай ко мне. Давай ко мне. Отлично. Первые есть. Не кричи ты. Все будет хорошо, я тебя не убью. А то они таким несчастным криком, конечно же, кричат. Там очень печальные. Допустим, через затек, штукованные, если это можно так сказать, отправляем их в сбои в ту комнатку. На уединение. Надеюсь, там из них еще тоже один из крабов не сделают. Что за... Почему вы не пролазите? Как это понимать? Как это понимать, ребяточки мои? А, еще в противоположную сторону одного. Блин, жалко там бабы, конечно, были. Ну да, фиг с ними, с бабами. Ой, нет, я, пожалуй, возьму. Тем более, тут что у нас есть. Дамы, господа. Еще удар, последний, еще и закрывается. Проходим мы с вами дальше. Что у нас там была? Гаргулья? Значит, у нас впереди... Такой вот тайничок. Что-то не то. Как бы там спальнуть, чтобы это открыть? Как я понял, но тот угол был необязательным. Видимо, у нас с этой стороны идет. Так. Там он сейчас запил себе, вернее, летает. Простите, летучки. Мне придется вас туда затолкать. Подожди. Малышка. Литушка. Вот так. Вот так. Иди ко мне, моя хорошая. А, как-то она не до конца пролезла все-таки. Ее проткнула. Ее просто жутко проткнула. Так. Тут у нас... Тролль, да? Сто пудов тролля. Так, я не понял, тролль-то где? Тут тролль должен быть вообще-то. А, вон он там бежит. Беги сюда. Ладно, обойдем. Ай, блин! Тролль, прости, я не хотел. А может и хотел. Пусть там лесенку. Человек-секрет профукал. Ну да ладно. Сохраняемся. Ну а продолжение ждет нас уже в следующей серии. Не забывайте ставить пальцы вверх и подписаться, а также поделитесь этим видео с вашими друзьями. Ссылки на соцсети и плейлист игры вы можете найти в описании. Всем спасибо за просмотр, с вами был Алекс Фрай. Всем бай-бай, друзья! Также рекомендую нажать на колокольчик, чтобы получать уведомления о всех моих новых видео, выходящих на канале. Ведь никто из нас не хочет пропускать новую серию или совершенно новый летсплей какой-нибудь новой игры. А пока представляю вашему вниманию самые подходящие и новейшие видео. Увидимся там, дорогие друзья! Субтитры создавал DimaTorzok